Аврора Рейсер таким именем, это был, конечно, огромный юмор его создателей. Ну, представляете, утренняя заря, рассвет, и, значит, где-то подплывает как раз эта самая богиня, и с главного калибра начинает всех будить. Ну, и в рамках этого замечательного, этой аллегории хотелось бы продолжить, потому что, когда в греческой мифологии Зевс послал, собственно говоря, в наказаниях людям известную Пандору с ящичком, он как раз там вроде как по мифологии выйдет туда спрятаны разные болезни, ужасы и прочие безобразия. На самом-то деле, я думаю, ящик Пандоры – это образ. На самом-то деле, я думаю, коварный Зевс послал её с другим. Дело в том, что как раз её вот это самое содержимое ящика – это быстрее всего аллегория, которая называется мозг, и при этом, видимо, этот мозг, то есть возможность аллегорическая к творчеству и к интеллектуальной деятельности, является теми самыми страшными болезнями человеческими, которые и начали его интенсивную социальную эволюцию. Ну, вот такая мифология. Собственно говоря, в мою задачу это и входит. То есть я хочу по возможности объяснить, как каждому из зрителей или слушателей открывать этот самый ящик Пандоры, то есть собственный мозг, и попытаться им как-то по возможности воспользоваться, потому что это очень важный инструмент, это не только место, которое можно придумывать атомные бомбы, колесо, оружие и прочее, прочее. Оно ещё может много чего создавать удобное и приятное, ну, типа тёплый ватер-клозет или, например, компьютер, или телефон, что, конечно, очень удобно. Эту простейшую задачу я попробую решить, рассказывая про мозги. И сегодня, собственно, пилотная такая попытка пообщаться с вами и рассказать о том, как я себе вижу эту перспективу. Поскольку передача сегодня первая, я отвечу на вопросы, которые больше всего всех волнуют. Ну, больше всего интерес вызвал глобальный проект. То есть, когда я предложил очень простую вещь для всего человечества, не только для нашей страны. Начать вмешиваться в процесс естественной эволюции. А именно, то есть начать тот самый церебральный сортинг, о котором я многократно говорил. И это глобальный проект, в котором никто не будет пострадавшим. Все будут заниматься тем, к чему лучше всего приспособлен их мозг. И для этого нужно сделать, в общем, одну простую вещь, которая уже сейчас давно доступна. Это довести до ума томограф с высоким разрешением, который позволяет видеть отдельные нейроны. И начать, собственно говоря, сканировать. Мозг человека. И ассоциировать это все, связывать с конкретными функциями. Собственно говоря, база уже сделана. Люди, талантливые, даренные частично исследованием архаичным способом, с помощью гистологических срезов и посчитанного. Все это было давным-давно. И теперь уже может быть применено на практике. Если делать такое сканирование у живых людей. И плоды этого глобального проекта всегда всех смущают. Говорят, ну как же, это же разбор людей по каким-то свойствам. Это не разбор людей по каким-то свойствам. Это возможность человеку заниматься тем, от чего он будет испытывать максимальное удовольствие. И говорят, ну а если вдруг найдется такой, который ничего не может. Ну такой будет заниматься тем, чем точно заниматься сможет. Что он сможет есть, пить и размножаться. Поскольку мозг, это очень структура нестабильная и в каждом поколении здорово меняется. Есть шанс, что его дети или внуки, живя в таких условиях, они окажутся с такой конструкцией мозга, которая понадобится человечеству. А так, конечно, образование надо давать всем, базовое. Иначе ты же не поймешь, мозг гений или нет, пока он не повзрослеет. А базовое обязательно нужно всем. И тут никакой дискриминации быть не может. Другое дело то, что люди, не способные к сложному творчеству, будут жить за счет тех, кто к нему способен. Да, не надо этого стесняться и скрываться. Ну что же делать? Не все способны к синтетической деятельности. Ну многие могут приносить большую пользу, но это уже будет социальная награда и основа социальной иерархии. То есть если вы хотите что-то делать, то будете делать с душой и с удовольствием. Иначе за вас это сделают машины и автоматы. То есть ничего страшного в этом нет, никакой дискриминации нет, никого. Наоборот, если ты приходишь на работу и получаешь от этого удовольствие, это и есть счастье. Мне говорят, ну а как же это сделать? Кто же допустит этих самых отобранных гениев к власти? Да и власть перейдет сама, так же, как она переходила всегда, как только подрастало некоторое количество людей, с такой конструкцией мозга, который предыдущая генерация властителей даже не предполагала. Ну я приводил многократно примеры, это и в 17 веке в Европе и в нашей стране, и в 19 веке, и на рубеже 19 и 20 века. Все эти революции, которые смели веником, все эти монархии. В чем дело-то? Ну просто пришли люди, которые имели мозг совершенно другого рода. И отобрали их, опять же, те самые властители, которые были заинтересованы в постройке такого замечательного крейсера, как Аврора, таких замечательных пароходов, таких замечательных железнодорожных систем, которые покрыли всю страну. И вот эти люди, которые это умели делать, они имели другие мозги. Поэтому им давали деньги, они размножались, и уже в третьем поколении количество таких людей стало критическим. И несмотря ни на какие экономические законы, они пришли и заняли место тех, кто давал им эту работу. Или их дедушкам. То есть вот в чем дело. Не надо никого не репрессировать, упаси бог. Не надо подгонять эволюцию, она и сама произойдет очень быстрыми темпами. Ну вот, после такого вступления, я думаю, что можно перейти уже к вопросам, поскольку у нас, еще раз повторюсь, сегодня пилотная передача. А дальше мы будем их строить тематически и пролонгированно. То есть долго, чтобы одна передача переходила в другую. Ну вот, Евгений Бычков спрашивает. Ивляется ли сегодняшняя ситуация с сочетанием экономического и полиционного кризиса по мозгу, которые синхронизировались, или такие, глобализация и развала Советского Союза в 1991 году? Нет, не является. Никакой синхронизации нет. Вы поймите, что экономические процессы, которые здесь, в этой студии, прекрасно анализируют и, так сказать, рассказывают про их недостатки и преимущества профессионалы, не такие, как я, я не экономист, они являются всего лишь навсего очень важным, но частным моментом общебиологической эволюции. То есть речь идет о том, произошла смена отбора или нет. Вот в Советском Союзе была одна система отбора. К сожалению, в результате биологической конкуренции эта система отбора была уничтожена. Хорошо или плохо? Это было плохо, потому что эксперимент-то был хороший, если брать, посмотреть на Советский Союз. Что хотели-то? Хотели только лучшего, как всегда. Но инструментов не было. Проблема заключается в том, что если бы в Советском Союзе в 1920 году был бы компьютерный томограф таким разрешением, то стали бы отбирать в руководящие органы партии не только старых большевиков, проверенных в пивных Швейцарии, но и других людей, то есть те, которые способны заниматься серьезной экономикой. А не имитировать партийно-правительственную деятельность в пользу своего собственного желудка. И это и погубило систему. Объективность отбора среди приматов на основании психологии, на основании анализа поведения ничего не дает. Вот. Мозг такой сложный, такой изощренный, что обмануть всегда можно. Ну, как детектор лжи. Это же смешно просто. Мы, говорит, проверим вас на детекции лжи. Ну, это можно рассказывать как анекдот. Плохой причем. Потому что то, как его обходить, хорошо всем известно. Ну, тем, кому не известно. То есть, иначе говоря, у нас процессы-то идут биологические. Они маскируются под социальные. На самом-то деле ничего другого не происходит. Что-то изменилось? Да и нет. Вот, смотрите, модель плохая оказалась не из-за того, что сама идея в модели была плохая, а того, что инструментов не было по отбору людей. То есть, мы возвращаемся с той, с чего начали. Необходим инструмент отбора, объективного отбора людей. Никакие индексы IQ, которые являются признаком маразма, поскольку были сделаны посредственностями для отбора посредственности, уже тысячу раз об этом говорил, и погубили Америку. Именно поэтому потом Бушу одному и второму пришлось покупать здесь. Сманивать физиков, математиков, химиков и так далее. Почему? Потому что эта система полностью провалилась. Именно поэтому её сейчас нам навязывают педологи, для того, чтобы уничтожить хоть какое-то здравомыслие в стране. Поэтому нет, биологические процессы идут сами по себе. Но если мы будем им противостоять не с помощью лозунгов, а с помощью механизмов, которыми можно управлять людям самим по себе, и устраивать будем тот самый сортинг, который необходим по чисто человеческим качествам. Не по тем, которым говорит о совести. Говорит, давайте найдём центр совести. Вы выдумками не занимаетесь, потому что я лингвистикой не занимаюсь. Такие понятия абстрактные, они нужны для того, чтобы вас обманывать. Ну, типа души. Хорошая вещь, очень хорошая. Проверить можно? Нет, нельзя. А смотрите, как здорово получается. Вы говорите, у всех людей есть душа. Так. Можно её видеть? Нет, нельзя. Можно проверить, есть она или нет? Нет, невозможно. Значит, что получается? Вы предлагаете абстрактную идею для того, чтобы всех людей объединить. Объединились? Объединились. А дальше говорит, у всех душа абсолютно прекрасна. Вы сами противные, вороватые, глупые. Или наоборот, гениальные, честные и благородные. А душа у вас всех одна. Главное – это душа, которую невиданно и проверить нельзя. Итак, стараемся объединяться и беречь свою душу, которой нет. Ну, или есть, представим себе. И чем дело кончается? Вы абстракцию превозносите практически в ранг абсолютной веры, а вера – это конец. Вера не требует никаких доказательств. И дальше с вами делай, что хочешь. Потому что ответственность вся находится в этой самой душе. Если что произойдет, то произойдет с ней. Замечательная модель. Мне она, кстати, очень нравится. С точки зрения социальной системы управления гоминидами, в смысле приматами высшими, очень хороша. И ей прекрасно человечество пользовалось много тысячелетий. Но вернемся к вопросам. К вопросам. Значит, есть еще один вопрос. Владимир Турк, не знаю, как читается. Скажите, пожалуйста, если ты понимаешь, что некоторые поступки из прошлого являются тормозом в развитии твоего настоящего, только осознание этого предвинит тебя вперед. Или этого мало и нужно что-то еще? Вопрос такой. Ваши поступки из прошлого, они радикально изменили вашу жизнь? Если радикально изменили, то признайтесь в этом во всем, самому себе хотя бы. И больше так не делайте. Обезьяны имеют придурную привычку совершать поступки. Я сам не без греха. Тоже совершаю всякие иногда глупости. Но это бывает. Потому что мы полу-люди. С разумом у нас напряженно. У нас слишком много от обезьяны еще осталось. У нас слишком часто наш хвост виляет нами самими. И поэтому трудно, трудно преодолевать это все. Поэтому признаете себе в этом, больше так не делайте. Ну, еще что еще. Не обращайте на это внимания. Потому что у вас нет прошлого, у вас есть только настоящее и чуть-чуть будущего. Для большинства приматов вообще будущего никакого нет. Они поэтому, например, сегодня украли, наелись и завтра не думают ни о чем. Ну, это классика жанра. Это, к сожалению, биологические принципы мышления. Если бы человек понимал, что если он сегодня тащит что-то, ворует, плохо себя ведет, еще что-то, что он потом будет отвечать, такого бы не было. Но поскольку в жизни гоминид, будущее отсутствует, ну, то есть, обезьян, они ведут себя так, как можно вести себя сегодня. Вот постарайтесь не допускать того, чтобы хвост крутил войны. Тогда все будет хорошо. Теперь следующее. Елена спрашивает. Инструменты ведь есть, такие, как ведическая астрология, драматоглифика, дизайн человека. Слушайте, насчет популярных линий на пальцах могу сказать одно. Господа, дело в том, что давно доказано, есть монографии, я их читал, они хорошо сделаны, что вот эти вот популярные линии не связаны с нашим поведением и не могут быть связаны, потому что они возникают до иннервации кончиков пальцев в эмбриональном развитии и не связаны с этим практически никак. Поэтому, уважаемые господа, не пытайтесь притянуть за уши то, что не связано между собой. К сожалению, драматоглифические закономерности, которых искали на протяжении полутора сотен лет, ничего, кроме хорошей вкусной колбасы, этим искателям не принесли. Реальные ученые так не считают. Но есть масса мелких прохиндеев и авантюристов, которые продают драматоглифику в качестве универсального способа анализа человеческого поведения и даже скрытого. Не ведитесь на такую ерунду. Используете ли вы в своих исследованиях по искусственному интеллекту математический аппарат многозначной логики? Интересно было бы иметь под рукой такой инструмент моделирования. Интересуетесь ли вы проблемой предбиол? Я не понимаю, о чем идет речь. Второй вопрос. А математический аппарат многозначной логики – это тривиальная вещь, достаточно хорошо известная. Нет, я не пользуюсь, потому что я не математик и не хочу заниматься дилетантизмом, которым и так все страдают. Но те, кто этим занимается, в том числе сотрудничает со мной, да, используют. Но искусственный интеллект, к сожалению, к математике в нашем понимании сегодняшнему имеет очень косвенное отношение. Я уже говорил об этом. Принципы сегодняшних компьютерных систем никакого отношения к искусственному интеллекту не имеют. Это все те же самые классификаторы 30-х годов, помноженные на быстродействие машин, сравнение к результату и подгонки под алгоритм решений. Больше ничего там нет. А то, что это очень мощно, очень быстро и лучше, чем мы думаем, ну, это не искусственный интеллект. Никакой новой задачи они не поставить самостоятельно, тем более ее сразу решить не могут. Поэтому искусственный интеллект – это отличный бизнес, но, к сожалению, очень слабо обоснованный процесс. Поэтому, ну, здесь есть всякие неприличные вопросы, но я на них отвечать не буду, потому что это неинтересно. Наверное, поскольку хотелось бы видеть содержательные. Евгений прислал вопрос. Если сейчас власть передается по наследству, как в феодальные времена, то как в нее внедрить тех гений, в которых удастся выявить методом церебрального сортинга? Не надо никого никуда внедрять. Дело в том, что гением все хотят попользоваться. И для того, чтобы им попользоваться, его нужно привлечь и платить. Вот посмотрите сейчас, что происходит. У нас пытаются заманить хоть каких-нибудь, не то что гениев, а специалистов Запада, которые туда уехали. Ну, речь идет об анекдоте. Вообще некоторые вещи, ну, просто анекдотические. Люди, которые там поработали, не состоялись, им здесь создают идеальные условия, надеюсь, что они что-то здесь сделают. Да нет, они уже полностью изменили свое отношение к науке и считают ее бизнесом. Ничего вы из них не выжите. Они будут в лучшем случае некими методистами, которые могут решать задачи, которые должны ставить не они. Они уже свою задачу поставили там 30 лет назад, уехав на Запад, за колбасой, за хорошую жизнь. И сейчас вы думаете, вы им дадите здесь колбасы, и они у вас начнут наукой заниматься. Да они не за этим туда ехали. Это псевдоспециалисты, которые на самом деле являются обычно узкими знатоками узкого метода, узкого подхода, которых надо использовать обязательно. Не надо, конечно, переплачивать, тем паче давать им научную власть, иначе дело плохо кончится. Они устроят из этого коммерческую лавку, в которую они уезжали в свое время, и в которой они образовывались. Не надо, так сказать, умножать сущности, тем более здесь все очевидно. Поэтому вопрос о том, что передается, значит, что как в феодальные времена власть сохранится, это не совсем так. Вы посмотрите, сколько у нас феодалов от компартии осталось. Очень мало. В основном комсомолицы. Посмотрите, что происходит в местных элитах. То есть, да, конечно, есть территории, на которых существуют очень архаичные отношения, которые остались там с 17 века. Но их меньшинство, и то они должны все равно подчиняться тем или иным социальным процессам. А социальные процессы очень просты. Если вы отбираете умного, то им все хотят попользоваться. Вы начинаете пользоваться, ему надо платить. Если вы будете ему платить, он приобретает ту власть, эту силу, которую дают деньги и связи. Вот вам и все. Не надо никого вытеснять. Не надо никого заменять. Не надо никого отлучать. Сами уйдут. Не волнуйтесь. Вопрос запустить новый механизм церебрального сортина. То есть, искусственного отбора людей, который, собственно говоря, и приведет к тем изменениям, которые вы хотите. Вы же хотите жить хорошо. Для того, чтобы жить хорошо, надо, чтобы все поступки происходили с каким-то разумным обоснованием. То есть, продуманное. Понимаете? Если этого не будет, то получается глупость. Ну, как у нас на дорогах, например. Штрафуют. Везде 60 километров ставят. 40. Все едут больше 60 и всех штрафуют. Ну, это что? Это борьба за безопасность движения? Да нет, это просто крохоборство. Ну, и так за что ни возьмись. К сожалению, получается так, что разумного подхода очень мало. Ну, это как много раз экономисты говорили, что понижение поборов приводит к развитию экономики. Но на это решиться никто не может. Потому что так жалко денег, которые недопоступят в бюджет. Что представить себе, что послезавтра ты получишь в 10 раз больше, это невозможно. Возвращаемся опять к обезьянной логике. Завтра не будет. Надо брать сегодня. Ну, собственно говоря, мы все время сваливаемся в процессы, которые, собственно говоря, продиктованы биологическими явлениями, а не какими-то другими. Ну, много всяких странных вопросов иногда приходит мне даже на сайт. Там, ну, например, ну, если мы отберем умных, они же начнут лучше воровать. Но среди умных, умный будет воровать так же одинаково. А вот вспомните советские времена, когда вся эта центр Москвы был запружен людьми, которые торговали домашними утварью, там, трусами, еще чем-то. Инженеры, которые получили высшее образование, квалифицированные, они что с ним сделали? Они же пошли торговать на улицу. А самые деятельные, активные просто заниматься бандитизмом. Их образование испортило. Поэтому образование – это премия социальная, которую должен получать тот, кто способен его целенаправленно и разумно использовать. А если вы не будете им пользоваться или будете пользоваться для того, чтобы, так сказать, заниматься мелким казнокрадством, то зачем вам это вы? То есть, вот о чем идет речь. То есть, каждый, чтобы занимался тем делом, которым лучше всего приспособлен. Самоорганизующиеся, самоорганизуются и принципы организации любого сообщества воспроизводятся на каждом уровне, начиная с детской доминантности. Ну да, самоорганизация всегда происходит в любом, в любой системе биологической происходит самоорганизация. Вопрос конфликта сводится к следующему. Биологический процесс самоорганизации, который идет, он соответствует тем законам и системам, которые предлагаются в этом обществе. Если соответствует, будет полная гармония. Но если не соответствует, то гармонии не будет никогда. И чем больше эта дельта расхождения между теми естественными процессами, которые происходят в биологическом плане в обществе, и казенными законами, которые их регулируют, чем больше разницы, чем больше они будут соответствовать, тем больше будет конфликтов. Вот и все. Дело-то в том, что наша биологическая эволюция должна соответствовать конструкции нашего мозга и предопределять дальнейшее развитие. Не по биологическим законам, но сколько можно. Зачем нам бесконечные ящики Пандоры? Давайте все-таки разумно вмешаемся в процесс эволюции и будем отбирать, отделять умных от дураков. Дураков не надо уничтожать, их надо оставить в покое и дать им возможность жить, как они хотят. Содержать их в прямом смысле этого слова. Потому что их дети-то будут уже другими с другим мозгом. Это ценности, драгоценность, которую надо будет использовать. Ну, а этих не получилось, ну, хорошо, пусть удовольствие от жизни получают. Тот, кто хочет получать от жизни только удовольствие, он нигде работать не будет, ни на какой должности. Он и будет использовать для того, чтобы просто осваивать средства. Вот и все. Больше-то никаких причин нет. Если жить по биологическим законам, то чего же вы хотите? Другого ничего не будет в любом месте. Так, вопросы у нас пришли еще. Есть. Расскажите о Михаиле Ивановиче Глинке. Это отдельный разговор и достаточно длинный. Давайте-ка лучше такие вопросы по делу. Потому что про конкретных людей всегда говорить сложно, чтобы не обидеть, с одной стороны, а с другой стороны сказать правду. Что очень тяжело зачастую. Есть вопрос такой, могу ли я, как человек творческий, но не владеющий навыками программирования, как помочь вам в создании зверька? Я даже не знаю, как его создавать. Я знаю некоторый принцип, который не используется в наших современных компьютерах. Сейчас объясню в двух словах. Дело-то в чем? Дело в том, что современные компьютеры все, они устроены таким образом. Они имеют, я уже говорил это много раз, имеют очень хорошую память. Лучше, чем нашу, конечно. Картина, как ронят, бог знает сколько. Слов знают очень много. Никакой Пушкин не сравнится. Стихов прописать не могут и не будут пока. То есть, это прекрасные базы данных, огромный объем информации, реальный. Не то, что каждый день приходят на компьютер, там информация полбайта содержательная, которая вам действительно нужна по жизни. А все остальное просто мусор, шум. А вот такие компьютеры, которые подключены к библиотекам, базам, это действительно интересно и важно. Но они не могут делать того, чего делает даже мозг пиявки. Они не могут на других принципах составлять связи для решения тех или иных задач. То есть, задача простая. Компьютер не обладает тем, чем обладает мозг человека, морфогенетическая активность. Мы думаем не потому, что мы извлекаем из мозга методом напряжения некую информацию. Вот эту чушь все надо оставить физиологам, которые до пор считают, что потенциалы действия, они там в основе мышления лежат. Нет. Дело в том, что мы думаем и находим решения необычные за счет того, что между миллиардами нейронов образуются десятки тысяч и сотни тысяч новых связей каждый день. Ну и часть разрывается. Если мы думаем напряженно на какую-то тему, эти связи, объединяя ранее необъединимую информацию, приводят к тому, что вы с собой все замечали озарение, вдруг у меня открылся там третий глаз, вывалилась чакра, то есть вдруг я нашел решение, иначе говоря. Ну и что ж, вот это решение, это что? Это новая система связи. Мне тут же скажут малолетние программисты, так мы их запрограммируем. Еще раз объясняю. Вы не Господь Бог, вы не можете предсказать всех ситуаций образования новых систем многомиллиардных связей, а значит, все эти ваши попытки жалкие, так и останутся нейросетей для чистки ботинков. Больше ни на что не пригодных. Поэтому, если вы хотите, так сказать, создавать искусственный интеллект, реальный, то вам надо строить, об этом уже многократно говорил, машинную действительно систему с программированием, с алгоритмами, с пазмами данных, все, а с другой стороны, морфогенетический механизм установления новых связей для решения тех или иных проблем. То есть, это что значит? У машин должно быть целеполагание и поддержка промежуточных результатов. То есть, вы должны как-то им их научить получать удовольствие на промежутке. Попробуйте решить эту задачку. Морфогенетическую сначала, а потом целеполагание удовольствия. Не ту задачу, которую мы поставили, а цель. Это очень для больших разницы. Значит, Рейнмор прислал вопрос. Пролобные доли, которые развились у женщин, потом, как они делились пищей с потомством. Потому, как они делились пищей с потомством. Вопрос, не делились ли пищей со всеми мужчины, принесшие еду с охотой, независимо от возраста и пола, все время. Эти сказки антрополухов, по-другому и назвать этих существ не могу, значит, вы оставьте для них. Дело в том, что проблема заключается в том, что должен работать механизм отбора. Механизм отбора всегда работает по биологическим принципам. Кто получал преимущество? Тот, кто долго заботился о своих потомках. То есть, долго делился пищей. И даже высшие приматы, низшие приматы, они очень долго заботятся о своих потомках. Самцы не так долго заботятся. Для самцов, как известно, главное оплодотворить побольше самок. Ну и как в человеческом обществе, желательно сбежать. Или, так сказать, осуществлять общий глобальный контроль. Поэтому основной механизм эволюционный работал по самкам. Потому что следующее поколение перенос генома гарантировался заботливыми самками, которые должны были много-много лет делиться пищей. Вот на этот механизм работал. Да, конечно. О том, что могли ли там самцы приносить. Наверное, приносили. Но среди современных приматов мы этого видим очень мало. А среди, так сказать, приматов невысших этого вообще практически нет. Вот вам и ответ на вопрос. Дело-то в том, что умозрительные фантазии эпического единства архаичных людей, это оставьте, пожалуйста, для популяризаторов науки. Отбор всегда действует жестко для решения конкретной задачи. Самка заботится о потомках много лет. Отлично. Это самка. У самки, значит, перенос генома будет осуществлен. Самец мало заботится. Мало. Это неважно. Поскольку у нас существует половой деморфизм и лобные области самок, так же точно успешно достанутся и самцу. Хотя он такой заботы о потомках не проявляет. Но это зато ресурс неврологический для того, чтобы заниматься совершенно другими вещами. В том числе и дележом пищи. Но уже потом. Поэтому рассказы о том, как мужчины приносили еду и делили между собой, это оставьте, пожалуйста, для западных гуманистов. Это времена начала XIX века. Вот где-то там это бы еще сошло. Сейчас уже нет. Когда примерно появится в продаже ваша книга «Возникновение мозга том 2», могу сказать, что до конца этого года будет эта книга сдана в типографию. То есть я надеюсь, что где-то в первые 2-3 месяца следующего года она появится. Там как раз рассказано, что происходит с человеческим мозгом после начала полового созревания, что происходит с детьми. То есть как их калечить бы нежелательно. Ну вот. А сейчас мы переходим к новому аналогу старой передачи, старого раздела. А именно то, что называлось раньше панамскими утками, теперь вот у нас символизирует богородский дятел. То есть о всяких научных фокусах, смешных, веселых или действительно серьезных и полезных. Ну у нас есть несколько забавностей. Например, недавно опубликована статья буквально. Олесия Нава. Значит, это 17 ноября 2020 года, то есть совсем свежачок. Это ПНАС журнал. Они вбили осиновый гол опять в грудь молодую популяризаторов науки. Дело в том, что очень многие и у нас, и на Западе популяризаторы в поисках вымирания неандертальцев, они предложили такую модель, что неандертальцев, оказывается, отнимали от груди у мамки детенышей очень рано. И вот отлучение от груди и способствовало вымиранию неандертальцев. Как я понимаю, это размножающиеся популяризаторы науки, глядя на своих журн, видимо, пришли к этим глобальным выводам. Но тем не менее, несмотря на всю глупость вопроса, вот как раз Олесия Нава и Фредерика Лугли, значит, они провели эту работу, проверили там с помощью специальных маркеров, радиозатопов, показали, значит, что вот неандертальцы северо-восточной Италии, оказывается, долго не отнимали от груди своих детенышей. И эта очередная популяризаторская глупость была спущена в канализацию. С чем я их и поздравляю. То есть, иначе говоря, дети неандертальцев так же долго кормились грудью, как и дети сапиенсов. Можно успокоиться на эту тему. Видите, полезная работа, хоть чуть-чуть открывает нам наши глаза на процессы эволюции. Есть ещё забавное. Руфус Джонсон с авторами, тоже в ПНАС, 24 ноября 2020 года. Журнал номер 117 опубликовал замечательную статью, построенную на анализе диких полосатых мангустов. Что же он показал? Это очень завлекательно. Он показал, что оказывается, лидеры-эксплуататоры разжигают межгрупповую войну у социальных млекопитающих. В двух словах, о чём идёт речь. Если есть начальник, лидер, и он разжигает конфликт, в котором сам лично никогда не пострадает, то он это делает с большим удовольствием и быстро. Причём женщины-лидеры это делают даже с большим удовольствием. Они подстрекают к дракам конкурирующие группы, чтобы получить генетические выгоды. То есть, иначе говоря, отделение лидеров от затрат, то есть, от личного страдания, потенциальной схватки, войны и потасовки приводит к тому, что деструктивный характер таких конфликтов усиливается. Ничего вам не напоминает относительно подстрекательства и всего остального? То есть, ровно то же самое мангусты, обращаю внимание, у них вот такой примерно мозг. Мы же не должны быть похожими на мангустов. Ну, хотелось бы хоть чуть-чуть отличаться. Может быть, мы в результате церебрального сортинга избежим этого безобразия. Но есть и печальные новости. Но умер Фортов, наш бывший президент Академии наук, который считается выдающимся учёным. И умер ещё один выдающийся учёный, Пётр Гореев, основатель некой волновой генетики. Я не разделяю представление о волновой генетике, поскольку трижды был нанят, начиная с 90-х годов, поклонниками этого метода. Дело в том, что модненькая тема, волновая генетика, она очень легко проникает в мозг бизнесменов, особенно не обременённых специальным биологическим образованием. Это не их вина, это их горе. И они, как правило, ведутся на такую историю. И иногда, только у некоторых из них, возникает желание проверить, может быть, всё-таки там что-то не так в этой волновой генетике и вечной жизни, которую они обещают. К сожалению, видите, Гореев-то умер. Это очень печально. Это подрывает основу его теории. Так вот, там в чём идея была о том, что волновая копия некоего вещества, ещё что-то, может быть перенесена на огромное расстояние и излечить человека. Ну, классический вариант. Вы берёте фотографию вашей любимой собаки, например, которая заболела чем-то неизлечимым. Складываете с препаратом, это в версии 90-х годов, а собак находит за 30 километров. И дальше икс-лучами, волнами, троидальные, как сейчас помню, троидальные магниты, которые мощнейшие в мире. Вы, значит, посылаете импульс. Это всё из этой же серии. И если вы посылаете его несколько раз, то собака вылечивается. Понятно? Не лекарств, не надо ничего, красота. Я просто был свидетелем того, как привозили из Америки первых больных с ПИДом, которых таким способом хотели лечить. И уж как потом они, так сказать, отбояривались от судебных исков, я не знаю. Но Горяев – это не первая, это уже третья генерация гениальных волновиков, которые изучались. Так вот, значит, однажды ко мне обратились с таким предложением, вот, как бы проверить. Я говорю, ну, хорошо, давайте вот лягушки, главастики. Ну, чего, мы возьмём на них и повлияем. Что будем переносить? Ну, гормон тероксин. Чтобы головастик вырос побыстрее, выросли у него лапки, и он, значит, метаморфизировал быстрее, чем его коллеги. Ну, отлично, давайте. 20 километров расстояние. Я беру две сотни головастиков в одну, в эксперимент, две сотни в контроль. Ну, куда дальше-то. Ну, и все одновозрастные, все от одних животных, от одних мамы с папой. Всё нормально. Ну, и облучаем. Значит, излучает. Должен переноситься тероксин. Неделю. Разница по скорости. Там, дело в том, что тероксин достаточно капнуть в воду с головастикой, как они начинают с дикой скоростью расти. То есть, это настолько однозначный эксперимент, что обсуждать-то нечего. Никакого переноса нет. Ну, значит, проходит полтора месяца, я говорю, приношу отчёт подробный с каждым головастиком. Ну, понимаете, головастик каждый им персонально фотографировался, складывался с тероксином и посылался специальным устройством, похожий очень на бытовой трансформатор, на огромное расстояние. Значит, то есть, с помощью волн перенос осуществлялся. Ну, я прихожу, так сказать, к заказчикам. Там несколько человек было вполне нормальных, а несколько было, так, попакивало вчерашний дешёвый водкой очень сильно. Но, я им говорю, вот такая ситуация, вот головастики, вот 400 животных в эксперименте не растут. Значит, один из них такой наиболее страшный, такой шевелю. Ну, вы знаете, все мелкие жулики и авантюристы, они так обычно диким волосом порожи. Ну, значит, у них такая дикая шевелюра, напряжённое лицо, ну, и запах водочки небольшой. И тут он мне спокойно на голубом глазу подумал в две минуты, говорит, так тут же ясно всё, что происходит. У ваших головастиков только два астральных поля, а у человека три. Ну, все скажут, ну, конечно, как мы не знали это? Я говорю, а как вы определяете астральные поля? Он на полном, на голубом глазу говорит, как определяем? Прибором фоля. Ну, это тот самый прибор, когда раньше мне тётки сидели ещё в магазинах, и ты приходишь, таблетки им приносишь, говорит, ну, как мне можно употреблять? Там сначала вашу руку, потом таблетки говорят, нет, нельзя. Ты на сегодняшний день приходишь с теми же таблетками, а этим можно. Ну, это недолго всё играло. Они все в белых халатах были с прибором фольга. То есть, вот такое. Это было одно из первых столкновений моё с этой историей. Потом было другое. Естественно, что всё это не пропадает. Это же всегда подобные вещи, как холодный термоядерный синтез. Там была не волновая, а была дрожательная теория генома. Это отдельные песни. Вот это всё с этим всем столкнулось. Ну, вторая. Второй заход. Раз у нас не получается, давайте с млекопитающими. Ну, как? Давайте переносить то, что будет хорошо заметно. Ну, поскольку мыши и крысы хорошо писывают всё время, они метят свои дорожки и прочее. Очень легко проверить. Давайте будем переносить то, что окрасит их мочу в красный, например, цвет. Ну, вы знаете, самый надёжный способ – это наесться свеклы, а потом посмотрите, что у вас в унитазе. Ну, там просто есть вещества, они будут вдаваться в химию, которые, в общем, короче говоря, выходят как вошли. Сделали такой эксперимент. Его, значит, у меня бедные сотрудники с ультрафиолетовыми лампами. Ну, потому что там флуоресценция есть авто. Изучали погрызенные эту промокашку, описанную мышами, которым тоже этим прибором переносили эти самые волновую информацию. Опять ничего не нашли. Ну, тут уже я отдал отчёт, и судьба этого лохматенького гения мне неизвестна. Ну, вот такие вот весёлые у нас бывают вещи. Хотя самого человека-то жалко, потому что он всё-таки как-то украшал нашу околонаучную хотя бы среду. Есть и неплохие новости. Не только уж так всё безобразно. Но дело в том, что есть такое заболевание, очень неприятное. Синдром преждевременного старения или Хатчинсона-Гилфорда. Вот очень плохо. Это, знаете, когда дети быстро-быстро стареют, умирают, там, не дожив и до 15 лет. Лечить это никак нельзя. Называется это прогерия. Вот большая проблема. Немного людей на свете им страдает. От 350 до 400 человек по всей планете. Но, тем не менее, вот эти 10-летние старцы, это, конечно, тяжело. И смотреть, там есть особенности генетические, которые хорошо исследованы. Но ничего не помогало. И лекарств никаких нет. Ну, вот поэтому сейчас за Кинви придумали препарат, который чисто случайно, там, по ряду других причин был испытан. И оказалось, что он действительно продлевает. Ненамного, конечно, летит счёт от месяцев, ну, максимум два с половиной года. Но, тем не менее, это некий шаг, поскольку там механизм стал понятен. Там белки определённого типа, которые подменяются в процессе метаболизма у таких детей с прогерии. И попытка, конечно, неплохая. Потому что можно, если продлить хотя бы на один день, надо продлевать. То есть, это даёт возможность, такую надежду, что, ковыряя в этом направлении, через несколько лет, может быть, найдут какой-то инструмент для контроля этого страшного и дико неприятного заболевания, поскольку все в сознании, все-все понимают. Но есть и весёлые исследования, тоже полезные, кстати говоря. Например, о том, как исследовали изменения кортизола, стресса и там, значит, в качестве компенсации стрессов раннего детства. Ну, то есть, показали, на самом деле, тривиальную вещь, которую я пишу часто в книгах и в передачах говорю. О том, что можно надеяться, что при половом созревании ребёнка, его детские стрессы исчезнут. И, мол, Депа, оказано это с помощью измерения концентрации кортизола на стресс-факторы детей, которые, значит, созрели и которые не созрели, ну, в половом плане. И было доказано достаточно убедительно, неплохая группа сотрудников, вроде так, довольно достоверна о том, что есть шанс компенсировать. То есть, дети, получившие серьёзный стресс до полового созревания, могут его компенсировать. Вроде как это доказано, хотя пока это одна лаборатория. Как известно, доказательством считается, когда делают 3-4-5 лабораторий, в противном случае это может быть и самовнушение, и артефакт. Но давайте перейдём дальше теперь к вопросам. Значит, Сергей Вячеслав, знакомы ли вы с трудами Бориса Поршнева, антропогенеза Поршнева и Деденко, знакомы, как к ней относитесь. Никак не отношусь, такие теории надо доказывать. Если вы не доказываете такие теории, а строите их на принципе умозрения, и очень косвенных, скажем так, социальных конструкций, то меня они не убеждают. Есть люди, которые считают, что в это надо верить. Пожалуйста, ради Бога. Но для меня в науке слово «вера» отсутствует. Если человек поставить ситуацию интенсивной работы мозга, на сколько месяцев хватит его психического и физического здоровья? Всё зависит. Если вы собираетесь дальше жить, то лучше больше двух недель. Даже если вы молодой человек, физически подготовленный, умеющий, до этого думавший, умеющий думать. Просто это дело в том, что когда человек впервые начинает думать, или, например, начинает думать после большого перерыва, когда он увлекался чем-нибудь матримониальными какими-то идеями, или носился со спущенными штанами, или зарабатывал деньги в дальних странах. Вот когда он возвращается на круги свои и начинает, интенсивной работы мозга не получится. Тренироваться надо здесь, понимаете? Как бицепсы надо тренировать, так и мозг. Надо учиться думать. Учителей, кстати, говорят, нет. Все хотят попаразитировать, никто не хочет учить. Это самый дорогой способ, самый дорогой навык – это умение думать. Ну, это не я даже сказал, это сказал человек малообразованный, Генри Форд, что самое дорогое на этой планете – это умение думать. Действительно, и по мозгу, по расходам, и по обучению – это самое сложное. Поэтому, когда человек после большого перерыва приступает, думать очень сложно. Но вот представим себе, что вы достаточно тренированный думатель. И вы с физическим здоровьем хорошим. На сколько хватит? На пару недель. Дело в том, что там возникает задолженность по всяким метаболитам. И даже при очень хорошем питании, даже при очень точно, если вы будете, так сказать, добавлять себе в пищу все то, что расходуется, всего, во-первых, вы не угадаете, а во-вторых, через две недели все равно задолженность возникнет. То есть, но при интенсивной двухнедельной работе вам придется примерно шесть недель восстанавливаться. То есть, так же интенсивно вы точно не будете работать, но в быстрее всего и вообще никак не будете. Потому что это думание – это очень дорогая вещь. Или будете делать вид, что вы думаете. То есть, не будете решать задачи. То есть, вот такая. Советую лучше делать так. День-два интенсивно поработали, два-три отдохнули. Имеется в виду головой, а не руками. Всегда можно в промежутках заняться какой-то ручной деятельностью, которая тоже будет работать на мозг. То есть, в рамках вашей решения проблемы что-то делать руками. Тогда вы воспользуетесь не только ассоциативными областями, но и двигательно-моторными. Расширите, ну как Маяковский писал стихи, расширите неврологический субстрат для вашего мышления. Это может оказаться очень полезным. Так что не на сколько месяцев, а на две недели. Но если вы будете аккуратно пользоваться мозгом, умело давая ему отдыхать, как и Кюль Пуаро, баловать свои серенькие клеточки, то может хватить лет на 60. Вот имеется в виду после 20-летнего созревания. Возьмут ли… Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Возьмут ли гении курс на создание общества социальной справедливости? Есть ли закономерности, подтверждающие это? А при чем-то справедливость? Справедливости никогда нет и никогда не будет. Справедливость – это такая абстракция, как душа. Абсолютной справедливости не бывает. Потому что, например, один человек считает, что справедливо – это когда он сыт, накормлен, у него есть квартира, дача, машина. И там жена, которая ему… его любит и ухаживает за его детьми. И он считает это справедливым. Другой считает, что несправедливо то, что он приехал на фирму Дебирс, и там мелкие бриллианты сегодня. И это несправедливо. Понимаете, справедливость – понятие такое же субъективное, как индивидуальный мозг. То есть, двух одинаковых людей, которые справедливость оценивают одинаково, найти невозможно. Поэтому как можно подогнать под справедливостью? Вы определите, что такое справедливость. Вы определите, что такое совесть. Вы определите, что такое порядочность. Потому что в разных обществах порядочность разная. И тогда требуйте исполнения. А так это ни о чём. Возьмут ли гении курс? Гении не возьмут никакого курса. Будет использован другой механизм эволюционного отбора. То есть, будет искусственный отбор, построенный на разумных принципах. Вот что могут сделать гении. А о никакой справедливости речи вообще не идёт. Но если мозги разные, как может быть одинаковое всё? Конечно, нет. Поэтому и никогда не было, и никогда не будет. Тогда вам придётся делать просто как ящерицы, чтобы мы размножались методом портеногенеза. Чтобы мозги были абсолютно одинаковые у всех. Вот тогда будет справедливость. Но тогда развитие закончится, поскольку никто ничего не будет придумывать, а всё, что будут придумывать, всё будет одинаковое. То есть, здесь выбирайте сами. Или жизнь поросёнка вблизи бойни. Или развитие человечества. К сожалению, за всё приходится платить. Можно ли определить деньги как эквивалент энергии биохимических процессов, а экономику как системы энергетического обмена между биологическими объектами? Нет, нельзя. Никак нельзя. Потому что деньги – это эквивалент энергии в смысле поесть. Да, но отнюдь нет, потому что вы можете есть плохую пищу, очень дорогую, можете есть хорошую, очень дешёвую. То есть, это не эквивалент. И энергетический обмен вы не можете уравнять в человечестве. Да, это механизм приближающийся, но очень отдалённо к этому делу, но отнюдь не универсальный. Деньги, ну, сегодня мы ракушками меняемся с вами, в качестве денег используем. Эквивалент энергии. Завтра мы просто куском мяса, тоже эквивалент энергии. То есть, в данном случае, к сожалению, всё не работает. То есть, полного эквивалента нет. Приближение в разной степени – да, конечно. У вас есть совет, как заставить работать мозг, а как заставить его не работать? Религии не подойдёт. Хочется иногда ни о чём не думать, набрать немножко жарку, радоваться жизнью, избавиться от истощения. Но для большинства это не проблема. Но если вы хотите, так сказать, расслабить свой мозг, то расслабьте его очень простыми вещами, всеми самыми биологическими удовольствиями, от которых человечество пытается избавить всю сознательную жизнь, начиная с религиозных там всяких воздержаний и кончая, так сказать, здоровым образом жизни. Ну, нарушьте эти законы. Тебе так легко и приятно. Он мозг и не будет работать. Зачем он вам понадобился? Радуйте свой желудочно-кишечный тракт, радуйте свою голову хорошей подушкой, радуйте развлечениями, купите тур вокруг собственного дома, потому что сейчас ковид и с этим проблема. То есть получайте удовольствие делать то, что вам хочется. И всё. Ненадолго запретите себе работать. У обезьян это идёт легко. Это знаете, как старый анекдот советских времён. Что делать, вопрос на радио? Что делать, если вдруг захотелось работать? Лечь на диван и полежать, это скоро пройдёт. Так и здесь. Поэтому, господа, не усугубляйте процессы. Ну, вопросов таких существенных у нас больше нет, поэтому я позволю подвести некий итог и анонсировать будущее. Дело в том, что у нас с вами сложная очень жизнь, и биологический процесс, когда от них начинаешь говорить о том, как они реально работают, это вызывает большую, хорошую, устойчивую аллергию. Почему? Потому что никому не хочется считать себя обезьяной. Это раз. Во-вторых, никому не хочется осознавать то, что он живёт по биологическим законам, а не по интеллектуальным. А их просто нет. Но какие у нас интеллектуальные законы? То есть те самые, которые делают нас людьми, которые заставляют работать в лобной области. Хоть один назовите. Да никаких. В школе учатся для того, чтобы получить образование. Зачем? Для того, чтобы поступить в институт. Зачем? Для того, чтобы получить хорошую профессию. Зачем? Чтобы зарабатывать деньги. Зачем? Для того, чтобы размножиться, найти жену, купить себе норку для размножения и перенести геном в следующий поколение. А всё ещё зачем? Вы чего человеческого-то хотите делать? Может создать что-нибудь? Может что-то произвести, а не просто жаловаться на жизнь? Ну, как после советской эпохи. Вы не представляете, что было в конце Совдепии. Тогда огромное количество художников, писателей, режиссёров, музыкантов вдруг начали говорить, говорили всё время советскими, что нам не дают работать. Мы хотим создать бессмертные произведения, а вот никак. Нам не дают. Затёрла Компартия. Дальше заканчивается Компартия. А произведений как не было, так и нет. Теперь что танцору мешают? Опять же таблеты жмут. А, нужно очень много денег. И ни за что не отвечать. То есть, опять получилась проблема. Потому что тот, кто хочет создавать произведения, ну, как Шнитке, например, он и так создавал. Кто хочет рисовать там, как по-настоящему, как настоящий художник, там, масляный, там, карамашка, он рисует. И ничего ему не мешало, ни тогда, ни сейчас. Вопрос о том, к чему приспособлен ваш мозг. Если он не приспособлен к чему, не надо себя обманывать. Надо заниматься тем минимумом, который приносит вам обеспечение колбасой, там, жильём и всем остальным. К сожалению, так устроен человек. У нас очень большой полиморфизм мозга. И этот полиморфизм мозга всё время как бы нас обманывает. Нам всё время кажется, что мы вот ещё чуть-чуть, и мы решим эту проблему. Не решится проблема никогда. Потому что никакими принудительными средствами заставить разные мозги у множества людей работать одинаково сделать невозможно. То есть, ну, тогда что насильничают всячески? Устраивают там социализм, коммунизм, фашизм, там, что хотите. Или капитализм оголтелый, в котором там надо за кусок хлеба без колбасы даже биться там до последнего. При разных мозгах, как только вы набили своё брюхо, начинают работать другие законы. Эти законы должны быть разумными. К чему я и призываю. Уж никого не призываю что-то уничтожать или что-то реформировать. Должны работать разумные законы. Всего-то навсего. И тогда всё стабилизируется само. Потому что принципы самоорганизации, построенные на функциональных, ещё раз подчёркиваю, на функциональных особенностях индивидуального мозга человека, это самое эффективное из всего, чего было в нашей истории. Я надеюсь, что в будущем, на будущих передачах мы начнём от печки для того, чтобы понять, как это несчастье под названием человеческий мозг или ящик Пандоры случилось в нашей истории. И почему эволюция на этой планете реализовалась самым сложным образом именно через нашу центральную нервную систему. На этом, уважаемые господа, до свидания. Я надеюсь, что передача вам понравится.